Всем привет! Это видео о том, как узнать температуру процессора, материнской платы, видеокарты или жесткого диска компьютера, а также о причинах ее повышения и способах понижения. Любое устройство работает в рамках своего температурного режима. Повышение температуры процессора, материнской платы, видеокарты или жесткого диска компьютера может привести к его некорректной работе или выходу из строя. Как же узнать их температуру? Изначально все показатели работы системы можно увидеть в BIOS или UEFI компьютера, в зависимости от его конфигурации. Видео о том, как войти в BIOS или UEFI компьютера уже есть на нашем канале, ссылка есть в описании. Всё что требуется – это зайти в BIOS или UEFI, после чего найти нужную информацию, которая может располагаться в следующих разделах, в зависимости от вашей материнской платы. • PC Health Status или просто Status • Hardware Monitor • HW Monitor или просто Monitor • Power и т.д. На многих материнских платах с UEFI и графическим интерфейсом информация о температуре процессора имеется прямо на первом экране настроек. Недостаток такого способа – вы не можете получить информацию о том, какая температура процессора при нагрузках и работе системы, так как пока вы в BIOS, процессор простаивает. Отображаемая информация говорит о температуре без нагрузки. Поэтому более удобным способом контролировать температуру процессора, материнской платы, видеокарты или жесткого диска компьютера является использование специальных программ. Их много, часто платные. Поэтому рассмотрим три, наверное, самые популярные. Первая из них – AIDA64, ранее известная как Эверест. Чтобы воспользоваться, скачайте её с сайта разработчика, ссылка на который есть в описании. И запустите. Обратите внимание, что данная программа платная, но имеет пробный период 30 дней. После этого в меню слева перейдите к пункту «Компьютер» – «Датчики». Здесь AIDA показывает данные, которые снимаются с установленных в ПК датчиков. В разделе температуры мы как раз и видим интересующий нас показатель – температура устройств. CP ядро – это температура ядер центрального процессора. Как правило, температура процессора определяется по самому горячему ядру. SanDisk – температура жесткого диска. Так как на моём компьютере установлена интегрированная видеокарта, то её температуру показывает KPU GT-Course – это температура графического ядра процессора. Если бы на ПК присутствовала не интегрированная видеокарта, здесь также присутствовал бы пункт «Диод GP», который бы показывал её температуру. Вторая программа от не менее известного производителя – «Periform Spessy». Программа имеет бесплатную версию. Ссылка на скачивание в описании. Итак, скачайте и установите Spessy на ПК. После запуска программы нам предоставляется абсолютно вся информация о характеристиках компьютера, в том числе и температура центрального процессора, жесткого диска и графических устройств. В моём случае её опять же не видно, так как видеокарта интегрирована. 3. Перейдём к третьей бесплатной программе с названием CPUID HW Monitor. Ссылку на страницу программы вы найдёте в описании. Так же как и предыдущие две программы, HW Monitor после запуска отображает основные характеристики оборудования компьютера. Среди прочих мы видим температуру процессора, жесткого диска и видеокарты. Что примечательно, две предыдущие программы температуры встроенной видеокарты моего пока не показывали. Какая же температура процессора, материнской платы, видеокарты или жесткого диска компьютера считается нормальной? Разные производители устройств устанавливают свою температуру, но если говорить обобщённо, то температура процессора должна быть в пределах 40 градусов Цельсия в простое и до 70 градусов в нагрузке. Всё что выше считается критической. Для видеокарты нормальная температура до 40 градусов Цельсия в простое, в нагрузке до 80. Жёсткий диск от 40 до 50 градусов соответственно. Поясню, что это усреднённые значения. Более конкретную информацию нужно искать на сайте производителя устройства. Как это сделать? Например, возьмём из одной из записанных выше диагностических утилит название процессора моего ПК и с помощью поисковика найдём его спецификацию на официальном сайте производителя. Переходим на соответствующую страницу компании Intel в данном случае и ищем нужный нам показатель температуры. Пункт T-Case. Критическая температура – это максимальная температура, допустимая в интегрированном теплораспределителе процессора. Как видим, для данного процессора этот показатель равен 72,6 градусов Цельсия. Всё что выше, будет считаться критической температурой. Но хочу, чтобы вы понимали, что данный параметр будет разным даже для разных модификаций устройств одного производителя. Таким же образом можно определить максимальную или критическую температуру для любого из устройств. Настойчиво рекомендую пользоваться официальными сайтами производителей. Симптомами того, что одно или несколько устройств вашего ПК перегревается, могут быть такие. Всё начинается с увеличения шума системного блока или ноутбука. Радиаторы потихоньку забиваются пылью и вентилятором для поддержания нормальных температур требуется более высокая скорость вращения, что соответственно повышает уровень шума. Это первый признак того, что что-то не так. Если на это не обратить внимание, система охлаждения начинает не справляться и происходит падение производительности. Компьютер начинает тормозить. Система намеренно снижает производительность комплектующих или одной из них для удержания температуры в норме. Это защитная функция от повреждения. Иногда происходят перезагрузки или выключения компьютера в самый интересный момент игры или выскакивает синий экран смерти. Это явный признак, что необходимо вскрыть корпус компьютера и проверить состояние системы охлаждения. Если компьютер на гарантии, то нужно свозить его в сервисный центр. О том, как восстановить данные в случае перезагрузки или выключения ПК читайте в блоге нашего сайта. Ссылка в описании. Последняя стадия – это выход перегретой комплектующей из строя. В основном это может произойти из-за отказа системы охлаждения, например, если вентилятор на видеокарте остановился. Чтобы до этого не доводить, контролируйте температуру работы устройств компьютера или ноутбука. Обращайте внимание на работу вашего ПК. Периодически чистите его от накопившегося мусора и пыли. А также при необходимости меняйте термопасту, которая соединяет радиаторы охлаждения устройств с греющимися деталями. Если данное видео было полезным для вас – ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, удачи!